Добрый день, уважаемые слушатели. Мы поговорим сегодня с вами об изменениях в налоговом законодательстве в 2018 году. Я работаю преподавателем в учебном центре специалистов. Моя фамилия Ганжа, зовут Людмила Юрьевна. Я работаю главным бухгалтером, успехов и процветания вашим компаниям, ну и, соответственно, ваших профессиональных новых достижений и роста. Работаю уже давно, более 20 лет, в разных сферах, направлениях, да, и производства, и опты, торговля, и ремонт и строительство. Компания, которая вела учет, работали и на общем режиме, и на упрощенной системе НВД, и в Москве, и в регионах. И поэтому могу с уверенностью сказать, что тот бухгалтер, который не только умеет отражать первичные документы, но и анализировать, и текущую обстановку, пытаться оптимизировать финансовые потоки налогообложения, именно этот бухгалтер является первым кандидатом на повышение карьерного роста, и, соответственно, ценность такого бухгалтера сильно возрастает. Что касается нашего учебного центра, это ведущий учебный центр по подготовке профессионалов в области бухгалтерского учета, 1С. У нас ежегодно проходит обучение более 4,5 тысяч начинающих профессиональных бухгалтеров, налоговиков, специалистов по продуктам 1С, потому что у нас есть комплексная программа подготовки бухгалтеров, признанная лучшей в Москве. Хотя стандартно специалисты этой области изучают только основу бухгалтерского учета 1С, в нашу службу трудоустройства поступают запросы работодателей на подбор бухгалтеров с формулировкой строго сознанием налогового учета. То есть профессия бухгалтера-операциониста уже не настолько сильно востребована, поэтому приветствую всех коллег, кто к нам сегодня подключился, для того, чтобы послушать новости именно налогового учета. Потому что гранатный бухгалтер может сделать очень много для работы и развития предприятия, разработав оптимальную систему учета, которая будет изменяться по мере роста бизнеса, сумеет проанализировать работу предприятия, вовремя выявляя проблемы и помогая в их устранении. Способен сделать обоснованный прогноз развития предприятия и даже помочь в помощи привлечения в бизнес новых инвесторов и новых средств. Программа очень обширная, очень большое количество курсов, которые направлены на поддержание ваших знаний в области бухгалтерского учета, налогообложения и 1С. Проводятся постоянно практические семинары. И, конечно же, наши программы разработаны на основе профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты и также с учетом новой российской системы уровней квалификации. Вы знаете о том, что с 1 июля 2016 года профстандарты обязательны для применения большинством работодателей. Поэтому рекомендуем пройти программу повышения квалификации, что является дополнительным бонусом для успешного трудоустройства. Или же, если на вашем рабочем месте будет проходить аттестация, вы с ней обязательно справитесь. Мы сегодня поговорим с вами о налогах. И, конечно же, курс, который затрагивает все эти направления, этот курс называется у нас «Налогообложение». Каждый год программа этого курса претерпевает изменения, что не осталось в стороне и в этом году тоже. Итак, основные моменты, на которые хотелось бы обратить внимание. 45-я статья. Новая редакция. Налоговое законодательство наделяет налогоплательщиков правом уточнить в Федеральной налоговой службе свои ошибочные налоговые платежи и также платежи по страховым сносам. Главное условие уточнения – это не должно повлечь ни перечисление денежных средств в бюджет. То есть, если у вас невыясненный платеж, то появился новый приказ Минфина, вы сейчас видите его на слайде, 25 июля 2017 года, который вступил в силу с 1 декабря 2017 года. Этим приказом утвержден порядок работы налоговых органов с невыясненными платежами. С указанной даты контролеры во взаимодействии с налогоплательщиками должны руководствоваться положениями данного документа. Разобрав подробно статью 45-ю, вы сможете грамотно урегулировать ваше взаимодействие с представителями налоговой службы. Если вы ошиблись в номере федерального казначейства на именовании банка-получателя, то обязанность по уплате налога не признается исполненной. И поэтому вам придется второй раз заплатить по правильным реквизитам, а потом попытаться вернуть средства, отправленные по ошибочным реквизитам. Далее, в налоговом кодексе появилась статья 54.1. Мы уже на всех наших семинарах и курсах эту статью со всех сторон рассматриваем. Новые правила налоговых проверок. Как налоговая служба трактует сама поправки в налоговом кодексе. То есть у нас уже давным-давно такие слова, как «деловая цель», «необоснованная налоговая выгода», «должная осмотрительность», «добросовестность» в выборе контрагента настолько плотно вошли в жизнь обычного российского предпринимателя, что, пожалуй, в общем-то мы не хуже любого налогового инспектора объясним смысл. Почти ни один акт налоговой проверки, ни одно решение суда не обходится без упоминания той самой необоснованной налоговой выгоды, которая повлекла ущерб для бюджета. Введено это понятие было уже более 10 лет назад. У нас есть 53-е постановление высшего арбитражного суда. В 2006 году оно было опубликовано. Высший арбитражный суд с тех пор у нас канва в лето, слившись с верховным судом, а выработанная концепция жива пока. Но то ли мы солидно ссылаться на судебное постановление, то ли устарели размытые понятия добросовестности решено было в налоговый кодекс внести соответствующие положения. 18 июля 2017 года выверенные поправки в кодекс были подписаны президентом и родилась новая статья 54.1. Новые правила применяются к проверкам, которые были назначены после 19 августа 2017 года. Если же у кого-то сейчас проходит налоговая проверка, даты вынесения решения, которые предшествуют 19 августа, то налоговые инспекторы должны руководствоваться совсем другими правилами. Кроме того, Федеральная налоговая служба выпустила два разъяснения о том, как трактовать новую статью. Ну и постоянно, в общем-то, эти мысли обновляются, но направление едино. Забудьте все, что было до этого, говорит Анина. Статья 54.1 является собой новый подход к проблеме занижения налоговой базы, в связи с чем налоговым инспекторам строго указано не использовать ставшие привычными такие понятия, как деловая цель, необоснованные налоговые выгоды и так далее, а руководствоваться формулировками из закона налогового кодекса. Итак, во-первых, вместо презумпции добросовестности налогоплательщика и презумпции достоверности сведений в бухгалтерской налоговой отчетности закон констатирует, не допускается уменьшение налогоплательщика в налоговой базе или суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни об объектах налогообложения в налоговом или бухгалтерском учете. Под искажением Федеральная налоговая служба понимает умышленные действия налогоплательщика, то есть создание схемы дробления бизнеса, искусственное создание условий по использованию пониженных ставок налога, налоговых льгот, неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения и нереальность сделки. Акцент на умысле не случайен. То есть статья 122 налогового кодекса рассматривает умышленную форму вины как отягчающее обстоятельство и в результате штраф места 20% от суммы неуплаченного налога может вырасти до 40%. В кодексе не используется такое понятие, как налоговая выгода, однако говоря о недопустимости искажения сведений для уменьшения налоговой базы или суммы налога, законодатель имеет в виду то, что раньше считалось необоснованной налоговой выгодой. То есть смотрите, если вас приглашают на комиссию или же пишут запрос, дайте пояснение, почему вы так сделали, почему заключили такой договор и еще многие всякие разные почему и зачем, ни в коем случае нельзя ставить мотивационным моментом снижение налогового времени, получение налоговой льготы, то есть это конечно же может быть следствием вашей деловой цели, но не причиной, из-за чего вы, например, создаете вторую фирму и дробите свой бизнес. Не может быть целью снижения налога, дописания какой-то сделки или же найм людей на работу в соответствующем регионе или же в соответствующей категории, например, инвалиды. То есть у вас должна быть любая другая цель, но не снижение налогового времени. Во-вторых, если все сведения в отчетности учтены верно, следующим тестом для налогоплательщика будет проверка соблюдения одновременно двух условий по имевшим место сделкам. Снижение размера налоговых обязательств не является единственной целью сделки, что я сейчас и сказала. И обязательства по сделке исполнены именно тем лицом, которое заявлено стороной договора, либо лицом, которому обязательство перешло по закону или договору, например, по договору цессии, в порядке правоприемства и тому подобное. То есть когда вы заключаете договор в обязательном порядке, соответственно, с 54.1 статьей, вам нужно проверить вашего контрагента удостовериться в том, что он в состоянии выполнить ту сделку, которую обещает. Если же он не в состоянии, в договоре должно быть написано, что он будет привлекать третьих лиц. Далее. 80-я статья, налоговая декларация, налоговый контроль нам рассказывает о том, какие декларации и расчеты обязаны представлять налогоплательщики, налоговые агенты, в каких случаях декларации подавать не требуется, порядок, сроки, формы деклараций. 81-я статья, уточненная налоговая декларация и 14-я глава, такое мероприятие, как налоговый контроль, мероприятие налогового контроля, порядок проведения проверок. Вот основные моменты, которые у нас с вами изменились в первой части налогового кодекса. Далее. Если говорить про НДС. Про НДС у нас с вами изменился порядок ведения раздельного учета. То есть, если ваша компания ведет как облагаемые НДС операции, так и необлагаемые НДС операции, раньше мы должны были до 18-го года, было требование, если у вас расходы по необлагаемым операциям не превышают 5% от общей суммы затрат за кварт, компания имела право вообще не вести раздельный учет и весь входной НДС брать в ключ там. Что у нас сейчас изменилось? Если мы делаем покупки для деятельности облагаемой НДС, то НДС принимаем к вычету полностью. Если мы делаем покупки для деятельности необлагаемой НДС, то включаем НДС в стоимость покупки. Если вы осуществляете покупки для деятельности как облагаемой, так и необлагаемой НДС, то первое дело, которое вам надо сделать, это проверить, сколько расходов в общем объеме расходов занимает расходы, связанные с деятельностью необлагаемой НДС. Если это меньше 5%, то тогда можно принять по таким покупкам НДС к вычету полностью. Если же больше 5% расходов составляют по деятельности необлагаемой НДС, то, соответственно, принимать НДС к вычету можно лишь в пропорциональной выручке от облагаемых операций. То есть посчитать процент выручки в общем объеме от облагаемых операций и в процентном соотношении взять НДС к вычету. Ранее продажа лома и отходов черных и цветных металлов не облагалась НДС. Эта операция проходила через 149 статью как операции, не подлежащая налогообложению. Теперь же льготу по реализации металлолома отменили и НДС с реализацией, внимание, платит не продавец. В этом случае покупатель лома выступает в роли налогового агента, рассчитывает НДС, уплачивает его в бюджет, соответственно, составляет счет фактору и декларацию подает тоже покупатель. То же самое делают покупатели сырых шкур, кроме покупателей металлолома. Они рассчитывают НДС как налоговые агенты. Эту же сумму налога покупатель на общей системе заявляет к вычету. Ну а покупатели на спецрежиме, находящиеся, должны начислить налог как агенты, но вычет заявить не вправе, потому что они не являются плательщиками этого налога. Еще раз повторю, покупатели лома и отходов черных цветных металлов, а также сырых шкур являются налоговыми агентами и уплачивают НДС в бюджет вместо поставщиков. Еще одно изменение, касающееся темы восстановления НДС. Под пункт 6 пункта 3 статьи 170 звучал следующим образом. Компания восстанавливала входной НДС по покупкам, если получала бюджетную субсидию на возмещение этих затрат, и в субсидии было указано в том числе НДС. Что теперь? Компания должна восстановить НДС независимо от того, включая ли субсидия сумму налога. То есть, если вы сделали какие-то покупки и взяли НДС к вычету, а потом получили субсидию на эти покупки, соответственно, вы должны будете восстановить НДС, независимо от того, включает субсидии НДС или нет. Также восстановить налог нужно, если компания получила бюджетные инвестиции на возмещение затрат. Если затраты компания возместила за счет бюджета не полностью, то восстанавливать налог тоже надо не полностью, а частично. Ввели раздельный учет для компаний, которые получают средства из бюджета. У организаций, которые получали бюджетные субсидии, не было обязанности ввести раздельный учет. Сейчас компания не заявляет вычет входного НДС по покупкам, которые делает за счет бюджетных субсидий или инвестиций. То есть, если у вас есть какие-то государственные тендеры, цепи, средства, инвестиции, субсидии, то, делая покупки, входной НДС к вычету вы не берете. Входной НДС компания включает в расходы при условии, что учитывает в расходах и стоимость покупки. И нужно ввести раздельный учет сумм НДС по товарам, работам, услугам, основным средствам, нематериальным активам, имущественным правам, которые компания приобретает за счет бюджетных субсидий или инвестиций. Если раздельного учета нет, включить сумму НДС в расходы не получится. Еще одно новшество, вероятно, оно кому-то нужно, если это появилось, но экспортеры могут отказаться от нулевой ставки. Вероятно, это выгодно тем, кто не может собрать пакет документов. То есть, смотрите, ранее при экспорте товаров компании должны были применять ставку 0%. Закон не разрешал сразу начислять налог по ставке 18 или 10%. Мы, правда, это делали, но получается незаконно. Даже если было известно, что компания не соберет документы, подтверждающие любую ставку. Если мы производили отгрузку на экспорт или осуществляли международную перевозку или уже какие-то логистические операции, мы выписывали изначально счет фактуру со ставкой 0, потом собирали пакет документов. Если в течение 180 дней календарных мы не могли собрать пакет документов, то на 181 день начисляли налог, подавали уточненную декларацию и доплачивали налог вместе с пенем. Что теперь? Экспортеры получили право отказаться от нулевой ставки, но было бы это хорошо, если бы делать это можно было выборочно. Но, посмотрите, нужно сдать налоговикам заявление не позднее первого числа квартала, с которого компания не применяет ставку 0%. При этом условии экспортеры вправе сразу начисляют при отгрузке по ставке 18 или 10% в зависимости от вида товаров НДС. Отказаться от нулевой ставки можно не меньше, чем на год и по всем экспортным отгрузкам. То есть получается, если у вас нестабильно, то хорошо собираете документы, то не очень хорошо, то выгоды в отказе от нулевой ставки, наверное, немного. На целый год по всем экспортным отгрузкам вы начисляете НДС, в дальнейшем входной НДС, соответственно, берете к вычету. Нельзя применять разные ставки в зависимости от того, кто является покупателем товара. Такие же правила ввели для некоторых услуг, которые облагаются по нулевой ставке, как я уже сказала, от международной перевозки товаров, логистическое сопровождение и так далее. Еще одна тема, которая уже мной в предыдущих семинарах тоже объяснялась, рассказывалась, это ввод системы Tax-Free. Когда мы с вами ездили в заграничную командировку и делали там покупки, ну, командировки, поездки всевозможные, когда мы возвращались из этой поездки, при правильной оформленной покупке мы могли на таможне с вами вернуть сумму налога, уплаченного нами, продавцам этих товаров. И все время удивлялись, а что же в нашем государстве такой услуги нет? Значит, иностранные граждане, которые вывозят приобретенные товары за пределы Евразийского экономического союза, смогут вернуть НДС. И уже 10 апреля первый покупатель, по-моему, товарищи Швеции, уже воспользовался данным механизмом. Возврат действует при покупках в организациях розничной торговли, которых включают в специальный перечень. Компании будут выдавать иностранцу чек для возврата налога, если сумма покупок в течение одного дня составит не менее 10 тысяч рублей. Сумму возвращенного налога торговая организация может принять к вычету, если выплачивает этот налог. Выплачивать налог иностранцу может продавец или специальная компания. 341-й федеральный закон 27 ноября 2017 года внес данные в поправке, введя новую статью 169-й налог в лунку. Но тут существует ряд ограничений. Значит, мы сказали про 10 тысяч рублей, можно покупать, делать покупки на меньшую сумму, но в течение 24 часов общая сумма приобретения должна быть не меньше 10 тысяч рублей. Далее. Нельзя НДС вернуть на алкогольную продукцию и табачные изделия. Купленные изделия должны быть вывезены за пределы Российской Федерации в течение трех месяцев со дня покупки. Вернуть деньги можно в течение года, для этого нужен будет паспорт и чек с выделенной суммой налога. Компании, которые продали иностранцу свои товары и вернули ему НДС, принимают этот налог к вычету. Но они обязательно должны соответствовать требованиям участника Tax-Free. У нас даже появился единый логотип, синий такой вот значок, круглый участника Tax-Free. Фирма, являющаяся платежником НДС, реализует свои товары через розницу и находится в списке Министерства торговли. Вот кто является участником Tax-Free. Следующий налог, который у нас тоже с вами подвергся налогообложению со стороны НДС, но, правда, это будет у нас действовать с 2019 года, с 1 января 2019 года. Сейчас компании, индивидуальные предприниматели, находящиеся на едином сельхозналоге, освобождены от уплаты стандартных для других бизнесменов налогов, в том числе и от НДС. После вступления в силу новых положений у коммерсантов на этом режиме будет выбор, остаться на едином сельхозналоге, либо перейти на новую систему налогообложения, единый сельхозналог плюс НДС. Зачем им это нужно? В общем-то, многие из нас стараются уйти от налогообложения, а сельхозналог относится к спецрежиму и, соответственно, не является плательщиком НДС. Все дело в экспорте. Обращаем ваше внимание. Смотрите, когда мы продаем на экспорт, наша реализация является операцией, облагаемой НДС. Ставка, правда, нулевая. То есть налога начисленного нет. Но мы же осуществляем покупки с вами на территории Российской Федерации, уплачиваем НДС нашим поставщикам. Точно так же сельхозтоваропроизводителей. Сейчас, когда они торгуют на экспорт, их реализация не облагается НДС. В отличие от нулевой ставки, они не являются плательщиками НДС. Но, когда они осуществляют покупки у российских производителей и им дают входной НДС, они его взять к вычету не могут по причине того, что их деятельность НДС не облагается. Если же они перейдут на новую схему налогообложения, включающую в себя этот налог, соответственно, они смогут брать входной НДС к вычету, потому что их реализация на экспорт будет облагаться налогом, просто ставка будет нулевая. Выгода очевидна. Смогут эти компании подать заявление об освобождении от уплаты НДС по 145 и, соответственно, не платить налог. То есть есть вариант у сельхозтоваропроизводителей, они сами решают, что они выбирают. Следующий налог, про который хотелось бы сказать, налог на доходы физических лиц и страховые взносы во внебюджетные фонды. Есть у нас чудесная статья 217, называется «На доходы, не подлежащие налогообложению, ранние выигрыши лотереи и другие азартные игры в любой сумме облагались НДФР». Сейчас написано, что выигрыши облагаются НДФР только если сумма превышает 4 тысячи рублей. 4 тысячи рублей, так же как материальная помощь, так же как подарки. Вот здесь у нас выигрыши лотереи и другие азартные игры. Далее. Компании не всегда жизни живут от начала до конца, иногда они реорганизуются, слияние, происходит разделение. То есть в таких компаниях существует некий правоприемник. Если правоприемство произошло, например, в начале года, правоприемник ранее не имел обязанности отчитываться по НДФР за реорганизованную компанию. Что сейчас? Пункт 5 ст. 230 говорит нам о том, что правоприемник должен сдать отчетность по форме 2 НДФР по итогам года, если ликвидированная компания в результате реорганизации, которая ликвидировалась, не смогла этого сделать. Форму 6 НДФР подают и за квартал, и за мод соответственно. Про организаторов лотереи и НДФР. Физические лица самостоятельно платили НДФР с выигрышей лотереи, независимо от его суммы. Что сейчас? Под пункт 5 ст. 228 Налогового кодекса рекламентирует следующий порядок. Организатор лотереи должен удержать НДФР с дохода, который превышает 15 тысяч рублей. Если же выигрыш составляет от 4 до 15 тысяч рублей, НДФР по-прежнему будет платить сам гражданин. Итак, ранее платил гражданин самостоятельно, теперь если выигрыш составляет до 4 тысяч, налог не уплачивается. Если выигрыш составляет от 4 до 15 тысяч, налог платит сам гражданин. Если же выигрыш составляет более 15 тысяч рублей, то НДФР с дохода должен удержать организатор лотереи и заплатить его в бюджет. Не очень приятная ситуация, когда нам приходится рассчитывать с вами материальную выгоду по правилам 212 ст. Налогового кодекса. Ранее материальную выгоду мы считали по любому договору займа и, соответственно, облагали НДФР. Неважно, от какой организации или предприниматель гражданин получал деньги. Выгода возникала, если проценты по договору были ниже 2 трети ставки рефинансирования на дату начисления процентов. Что сейчас? НДФР с материальной выгодой считаем теперь только в двух случаях. Если договор займа заключен между сотрудником и работодателем, либо между двумя взаимозависимыми лицами. Второй случай. Экономия на процентах возникла в результате исполнения встречного обязательства. Например, в качестве оплаты за работу компания предоставила подрядчику физлицу беспроцентный займ. Вот в этих двух случаях мы считаем материальную выгоду удерживаемую на плачевом НДФР. В остальных случаях мы этих вопросов не касаемся. Далее. Что у нас меняется с вами в этом году? Ну, во-первых, с 1 января у нас повысился МРОД 9479. Но с 1 мая 2018 года идет уравнение на прожиточный минимум. И МРОД в России с мая 2018 года будет составлять 11 163 рубля. В Подмосковье МРОД составляет 13 750 рублей. Ну, знаете, что такое МРОД? МРОД, минимальный размер оплаты труда до удержания НДФР, до, то есть, как его еще называют, со всех доходов брута. Делится он на два показателя. Федеральный МРОД и региональный. Федеральный – это общероссийский уровень минимального размера оплаты труда. Региональный устанавливают субъекты Российской Федерации. Они могут устанавливать повышающие коэффициенты. МРОД на уровне региона устанавливается соглашением трех сторон. Правительство субъекта, объединение профсоюза и объединение работодателей. Любой работодатель может отказаться от применения регионального МРОДа, но объяснить свою причину придется, почему вы это не делаете. На что влияет минимальный размер? Конечно же, на размер заработной платы. Работодатель не имеет права устанавливать зарплату ниже уровня МРОДа. В противном случае работник может пожаловаться в профсоюз или в трудовую инспекцию. Кроме того, от МРОДа зависит способие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком. Из МРОДа мы иногда считаем больничное и декретное. Чем же прожиточное минимум отличается от МРОД? Прожиточное минимум – это стоимость минимального набора продуктов, товаров и услуг, которые необходимы для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности членов. Раньше МРОД всегда был ниже прожиточного минимума, но с 1 мая 2018 года МРОД будет повышен до его уровня. В этом году у нас по страховым взносам установлены новые лимиты. По страховым взносам на обязательное медицинское страхование и по страховым взносам от несчастных случаев и профзаболеваний никаких лимитов у нас нет. А вот что касается страховых взносов по социальному страхованию, сумма увеличилась до 815 тысяч рублей, а по пенсионному страхованию – до 1 миллиона 21 тысячи рублей. Сумма превышения этих предельных значений. В социальное страхование мы не начисляем страховые взносы, пенсионные страховые взносы начисляем в размере 10%. Изменения в 422-й статье, 420-й статье Налогового кодекса. Больше выплат стали облагаться страховыми взносами. Больше результатов интеллектуальной деятельности теперь облагаются пенсионными и медицинскими взносами, если физическое лицо передает их компании за деньги. К примеру, взносы надо начислять на выплаты по договорам передачи исключительных прав на компьютерные программы, базы данных, ноу-хау. Вторая новость, наверное, более положительная, потому что мы ожидали повышения тарифа пенсионного страхования до 26%, но общий тариф взносов 30% будет действовать по 2020 год. Что касается отчетности по страховым взносам. Если у вас расчет по страховым взносам содержит ошибки, налоговые органы вправе не принять расчет по взносам. Раньше сравнивались показатели раздел 1 и раздел 3. Если сумма взносов по всем разделам 3 расчета не сходилась с общей суммой пенсионных взносов, не принимали отчет, то есть сумма взносов проверялась по каждому персонально, складывалась и сравнивалась с цифрой в первом разделе, где были общие показатели. И если вы приводили сведения недостоверные хотя бы об одном физическом лице, отчет также не принимался. Что сейчас? Кроме двух прошлогодних ошибок, теперь есть еще две. Не только речь идет о сумме страховых взносов, но даже и о сумме вознаграждения по каждому сотруднику. Если сумма вознаграждения по каждому сотруднику не сходит с общей суммой выплат по компании, отчет не примут. Если не сходятся базы по обычным и дополнительным пенсионным взносам, вы знаете о том, что есть часть профессий, должностей, по которым мы уплачиваем дополнительные страховые взносы. Так вот, разные бывают повышающие тарифы дополнительных пенсионных взносов, и, соответственно, вы должны, в общем-то, отслеживать и общие показатели, и по каждому страхованному лицу персоналу. Что касается индивидуальных предпринимателей, которые не делают выплат физическим лицам, но уплачивают страховые взносы за себя. В кодексе уточнили. Если предприниматель не ведет деятельность, например, находится в отпуске по уходу за ребенком, он может подать заявление в налоговую инспекцию, днем попросить разрешение не перечислять взносы за эти месяцы. К заявлению можно приложить подтверждающие документы, например, копию свидетельства о рождении ребенка. Инспектор проверит операции по расчетным счетам предпринимателя, и если убедиться, что деятельности на самом деле нет, движения таких по предпринимательской деятельности не происходят, его освобождают от взносов за эти периоды времени. И по расчету этих страховых взносов за себя. Личные взносы предпринимателей раньше зависели от МРОД. То есть если должны были посчитать сумму страховых взносов, которые предприниматель должен был уплатить по итогам года, мы брали МРОД на 1 января, умножали на 12 месяцев, умножали на тариф и, соответственно, получали сумму страховых взносов, оплачиваемых в течение года. Что сейчас? Нет формулы теперь для расчета личных взносов, есть фиксированные суммы. В 2018 году придется заплатить пенсионным взносом 26 545 рублей, но если доходы предпринимателя превышают 300 тысяч, то дополнительно еще 1% от дохода сверх этой суммы. И на медицинское страхование 5 840 рублей оплачивает за себя в год индивидуальный предприниматель. Таким образом, налоговый платеж составит 32 385 рублей. Конечно, радует, что на эту сумму предприниматель сможет уменьшить сумму налога, если он, например, работает на упрощенной системе налогоотложения. Что касается налога на прибыль. К большому сожалению, исключили льготу, связанную с увеличением чистых активов компании. То есть, если учредители передавали компании имущество, чтобы увеличить чистые активы, этот доход у компании не облагался налогом на прибыль. Теперь же льготу для поступления с целью увеличить чистые активы отменили. Вместо нее ввели другую. Компании не учитывают доходов поступления от учредителей, которые оформили как вклады в имущество в соответствии с гражданским законодательством. Если оформить вклад неверно, поступление придется включить в доходы. Новую льготу стоит применять, если доля учредителей не превышает 50%. Если же доля больше, помните о том, что есть у нас с вами под пункт 11 пункта 1 статьи 251, в которой написано, что если вам помощь оказывает учредитель, доля которого превышает 50%, то, соответственно, это не является налогооблагаемым доходом у компании. Еще раз повторю, чистые активы, пополнение чистых активов у компании сейчас уже не является льготой. Интересная тема 286.1 статья новая в налоговом кодексе появилась. Вместо амортизации можно воспользоваться инвестиционным вычетом. Этот инвестиционный вычет будет уменьшать непосредственно саму сумму налога, которая уплачивается в региональный бюджет. Вычет будет равняться 90% от стоимости основного средства или от суммы расходов, которые вы потратили на реконструкцию или модернизацию. Остальные 10% можно списать за счет налога в федеральный бюджет. Таким образом, можно будет на всю стоимость вашего имущества уменьшить налог, который вы должны платить в регион или же в федеральный бюджет. А вот вводить вычет или нет, решает власти региона. Есть еще один нюанс. Ну, например, вы приобретаете очень дорогостоящее имущество. Вы должны сначала определиться с лимитом. А сколько вы можете, насколько вы можете уменьшить налог в региональный бюджет? Нельзя уменьшать больше, чем до 5%. То есть, вот в настоящее время большинство компаний в региональный бюджет уплачивается 17% и 3% уплачивается в федеральный бюджет. Если мы говорим про региональный бюджет, то регион должен получить не меньше, чем сумма налога, исходя из ставки 5%. Если же вычет ваш будет превышать лимит, то уменьшить налог на сумму, равную лимиту, и не более того. Но в следующих периодах вы сможете уменьшить налог на оставшуюся сумму инвестиционного вычета. Кроме того, вы можете и сумму налога в федеральный бюджет уменьшить на 10% от первоначальной стоимости основных средств или расходов на модернизацию. Но вот налог, который уплачивается в федеральный бюджет, можно будет снизить до нуля. То есть не до 5% как в регион, а до нуля. И компания тогда сможет профинансировать за счет федерального и регионального бюджета все 100% расходов на основные средства. Посмотрим пример. Компания приобрела легковой автомобиль, который относится к третьей амортизационной группе. Срок полезного использования у этого автомобиля 37 месяцев. Первоначальная стоимость 500 тысяч. Далее давайте посмотрим и сравним две таблицы. Первое. Если компания выбирает вариант начисления амортизации. Таким образом, ежемесячно включается в расходы сумма амортизации по автомобилю. Берется первоначальная стоимость, делится на 37 месяцев, получается 13 513 рублей. Теперь про прибыль. Прибыль компании за первый квартал составила доходы 30 миллионов минус расходы 27 миллионов. Прибыль компании составила 3 миллиона. Это без учета наших с вами расходов по приобретению основного средства. Если мы говорим про амортизацию, тогда у нас 3 миллиона уменьшается на 13,5 тысяч и налогооблагаемая прибыль будет 2 миллиона 986 тысяч рублей. Соответственно, 17 процентов от этой суммы составит 507 тысяч 703 рубля. 3 процента федеральный бюджет составит 89 тысяч 595 рублей, что в сумме будет 507 и 90, почти 600 тысяч рублей. Мы заплатим налога. Сэкономив при этом налога всего лишь 2703 рубля на сумму, которую мы отразили дополнительно в расходах в виде амортизации. Если же мы воспользуемся инвестиционным вычетом. Первое. Значит, если у нас основное средство стоит 500 тысяч, мы умножаем на 90 процентов и понимаем, что как инвестиционный вычет мы можем отразить сумму 450 тысяч. Далее. Прибыль у нас с вами 3 миллиона рублей. Лимит для инвестиционного вычета составит 5 процентов от этой суммы. А, простите. 12 процентов от этой суммы. То, насколько мы можем уменьшить. То есть из 17 процентов от этой суммы вычитаем 5 процентов от этой суммы. То есть 3 миллиона умноженное на 12 процентов получается 360 тысяч рублей. Только на эту сумму мы можем уменьшить налог на прибыль. В регион. Таким образом мы заплатим с вами 150 тысяч рублей. То есть 3 миллиона нашей прибыли. Умножаем на ставку в 17 процентов. И вычет у нас инвестиционный идет в размере не превышающим лимит. 360. То есть налог в региональный бюджет составит 150 тысяч. Согласитесь, по сравнению с первой схемой, где у нас была сумма 507 тысяч, это гораздо меньшая сумма, которая будет уплачена в бюджет. Сумма налога, которую надо заплатить в бюджет федеральный, мы сможем с вами уменьшить на 50 тысяч. То есть 500 тысяч умножаем на 10 процентов 50 тысяч. Таким образом налог на прибыль в федеральный бюджет 3 процента от 3 миллионов. Это 90 тысяч уменьшаем на 50 и остается 40. 40 тысяч и 150. 190 тысяч вместо 600. 410 тысяч экономия на налоги на прибыль за счет вычета инвестиционного. Статья 286.1. Очень рекомендую ее прочитать, изучить и воспользоваться этим правом. Что касается налогоимущественных наших налогов, по налогу на имущество, наверняка вы уже слышали это неоднократно, у нас отменили в году подвиженному имуществу, который был введен в эксплуатацию после 2013 года. Подпункт 25 статьи 381 Налогового кодекса претерпел изменения. Действие льготы истекло 1 января 2018 года. После этой даты регулирование льготы отдано на лодку региона. Срок применения льготы пролонгировать не стали мы били ограничения по ставке. Получается, что регион может установить свою ставку по налогу на движимое имущество, но не больше, чем 1,1%. Так что же по регионам. В некоторых регионах льготы подвиженному имуществу утвердили, например, в Московской области ставка по налогу 0% на период, включая 2020 год. 18-й, 19-й, 20-й. В Ярославской области льготы вводят с подвижимым имуществом на 4 года с даты покупки основного средства. То есть нам в обязательном порядке нужно с вами ознакомиться с региональным законом по налогу на имущество и прочитать правила. Как видите, в терминах существуют различия. Что касается Москвы, в Москве в настоящий момент данная льгота не действует. Далее. Транспортный налог. Что касается транспортного налога, ставки не изменились, объекты налогообложения не изменились, правила не изменились, кроме одного. Вы знаете о том, что у нас есть так называемые дорогие автомобили, которые стоят свыше 3 миллионов рублей. Изменились повышающие коэффициенты. Что было раньше? Если раньше, до 2018 года легковой автомобиль стоил от 3 до 5 миллионов рублей, включительно, и возраст был от года до 2 лет, применялся повышающий коэффициент 1,3. Если возраст был до года такой стоимости автомобиля, то коэффициент был 1,5. Что сейчас? Коэффициенты 1,5 и 1,3 больше не применяются. Поэтому на автомобиле стоимость от 3 до 5 миллионов и возрастом до 3 лет, после 3 лет этот коэффициент не используется, а вот до 3 лет идет минимальный повышающий коэффициент 1,1. Таким образом, налог на такие автомобили снизился. Итак, материал, который я вам собиралась сегодня рассказать, я рассказала. Поэтому приглашаю вас на наши курсы, чтобы мы могли с вами поговорить об этом более подробно на примерах с изучением конкретного материала. А вам желаю всяческих успехов. До свидания.